Все жители отправлены по домам, а это почти миллиард 300 миллионов человек. В настоящее время в стране зафиксировано более 500 случаев заболевания коронавирусом. 10 человек скончались. О жестких, но необходимых сейчас ограничительных мерах. Репортаж нашего собственного корреспондента Дмитрия Мельникова. Власти Индии не шутили, когда объявляли общенациональный карантин. Нарушителей полиция заставляет приседать, повторяя, я не думаю о других и больше так не буду. Прервав сообщение с внешним миром, еще неделю назад полуторамиллиардная Индия объявила трехнедельный внутренний карантин. Все перемещения между штатами, городами, кварталами и улицами с сегодняшнего дня запрещены. Исключения – социальные и специальные службы. Остановлено производство. Закрыты все офисы и учреждения. Продуктовые магазины и аптеки будут работать строго в разрешенные часы. Кабинет министров Индии сегодня проводил экстренное заседание вот так. Радикальная социальная дистанция. Решили власти единственный способ остановить пандемию в самой густонаселенной стране. Начиная с полуночи, вся страна, пожалуйста, слушайте внимательно, вся страна будет находиться в режиме строгой изоляции. В целях защиты страны и каждого ее гражданина с полуночи вводится полный запрет на выход из дома. Непростое, но, судя по всему, единственно возможное решение для густонаселенной Индии несомненно повлечет и экономические последствия. Так, фабрика индийских грез, которая и так необходима именно сейчас, полностью прекратила работу. В Болливуде павильоны пустуют. Съемки приостановлены на неопределенное время. Есть несколько вещей, которые мы должны сделать, чтобы вирус отступил. Нужно оставаться дома, защищать себя и свою семью от коронавируса. Звезды кино, спорта и инстаграма, главные лидеры общественного мнения, призывают к благоразумию. А власти уверяют, у страны есть все необходимые запасы, чтобы пережить этот беспрецедентный по масштабам общенациональный 21-дневный карантин. Отдельный вызов для руководства Индии обеспечить в последующие три недели выживание нищих и малоимущих. Исполнение этого решения в масштабах Индии невероятный экономический, политический и социальный эксперимент. Наказывать за нарушение общенационального карантина и за распространение недостоверной информации власти обещают тюремным заключением, сроком до двух лет. Дмитрий Мельников и Владислав Додонов, Вести, Нью-Дели, Индия. Во всем мире сейчас уже 425...